всем привет выехал заводить газель с ней что-то непонятно сейчас еще за бензином надо будет съездить потому что что-то как-то говорит он вышел и у него крутит все крутит, но ничего не заводится так, сворачиваем кренки наверно вот какая-то та газель может вот они там за лужкой да газель это ребята сейчас 5 литров бензина и съездим купим минус 18 сегодня и пирог такой небольшой старенький тут арена у нас вовсю строят жилые комплексы построили для строителей я только проснулся заспаны есть время 3 часа дня вчера видос сделал с трех массивных для вас приехали на заправочку сейчас зальем воду на газу тоже не хочешь? нет потому что у меня такая вещь была ситуация и я вызывал что делали? только отогревали? да они обложили в красноярске дело было обложили 10 минут покурили она сразу завелась но это же бензиновый мотор бензиновый раз я бензин привез не проснулся еще вот такая пробка так в общем сейчас будем пробовать заводить просто с бензина сначала палочкой нажали заливают он даже не течет с рамкает не идет подожди нас прогнает я не шелкаю должен должен по моему хватануло разочек ну видимо еще подзалилась маленько она УМЗ газ попробую газку маленько подать начала схватывать уже лучше залазим в газель ух какая она высокая даже залезть сразу не могу еще все деньги пододвинуты хер знает как так механика ключ вот он нажимаем сцепу 10% газку 5% отпускаем газ и стартер вот так надо заводить за рулем профессионалы ну подстраивает подстраивает чек горит это газели ребята запускаем сцепу у него что там в коробке гудрон что ли сразу глохнет и глохнет и глохнет поддерживаю газом туда-сюда сцепу держу пока выжатой двоит нещадно даже не троит даже двоит стреляет как сука я фигею вот это чудо советского автопрома ну должна работать но сцепу боюсь пока отпускать попробуем на двоечке держу обороты отпускаю сцепу вот отпустил идет на двух цилиндрах с половиной мигает всеми гайками что они не могут сделать нормальную машину с нормальным зажиганием вот такая газель с кучей барахла и этой курицей курица замерзла даже не гудит ее надо вообще вот куда-нибудь сюда ложить эту курицу газель с курицей ну вот третий начал работать как-то временами а так она и дрыгается на двух двух с половиной ладно подержим 5 литров бензина есть значит заглохнуть не должна но денег мне конечно уже не дадут за запуск столько сколько надо было это облом сейчас протарахтит маленько нужно конечно попробовать перезавести но лучше пока не прогреется чуть-чуть хотя бы не стоит глушить так подержим на двоечке ну вот четвертый только сейчас пошел через пять минут блядь вот так вот очень нестабильно работает я думаю здесь надо свечи менять потому что две свечи в активе кое-как только через пять минут захотели работать скорее всего за свечей круга такая ну почему-то же он вырубил насос ну это понятно и они еще подзалились получается правильно а если они еще и как говорится пора менять то они очень легко заливаются а когда он давление не создавал он просто брызгали форсунки нормально не распыляли давления не было нормального системе и все и подзалило два цилиндра и эти свечи уже не справились ну как основная причина понятно что отсутствие бензина в баке ну и плюс свечки вот газ включился и он более тухой и сразу стабильный зашел уже не так но не так дергается ну все котель завели сейчас в магазин и будем ждать следующего заказа так на мой день работает юбаста и машина уже пропалила сегодня на улице минус 20 ребята чистим машину вот так вот от снега ну вы знаете сейчас едем прикуривание НИУ а потом отогревать КАМАЗ советский поменял свечи поменял масло поменял аккумулятор не поменял дернем сейчас ее быстренько при опера как то неудобно здесь задубило да спасибо так минус с другой стороны револтер я зарядил плюс вот он плюс нарисован так все готово поехали кнопку включаем заряжен полностью поехали туговато туговато а что за масло там у тебя там есть ее заливало ну цифры то какие цифры какие 540 540 должно было нормально крутиться может контакт плоховатый был потому что весь шуруп вот этот не очень удачно предположим поэтому не весь ток шел скорее всего не глуши пока будет греется будет греется опять с сенсором вот иногда замерзает ЕГТ температура ухлопных газов и моргать начинает что показывает сколько нивка взяла ничего не взяла все 4 на месте огонька офигенно музыкальные задние колеса сейчас покажу на советских качелях в Брэмбы грязь попала после последних покатушек надо промывать еще тут какое солнце прямо с дымкой Волгоградская 88 там ему на самом деле надо отогреть бак с летней соляркой сейчас будем греть там у него вообще случай тяжелый солярка летняя полный бак так не замерзайка одна дюза только работает подрезал я Nissan этот нечаянно на грешниках красивый засмотрелся извиняюсь ну опять кроун едет старенький смотри 93 наверное года ездим все нормально ездят и внешне не поцапаны в хорошем состоянии ну давайте 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 двигаем жопом о пошел крузак сразу опять дешевый если ты можешь уходить справа ходить они по гололеду вообще спарят неплохо эти машины так тут знак 20 мне сейчас куда-то уже направо поворачивать вот вот он КАМАЗ видимо куда-то вот 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 в общем вот сюда вот так этот тарактит значит наверно вот этот значит туда мне на территорию КАМАЗ-Центр так открыли вот они красивые КАМАЗики стоят куда-то нам налево тут их дохера форик уже стоит здорово вот это желтый так укутали бак вот так бак закрыли пушка что-то не запускается залил туда керосину 5 литров неужели там у меня еще оставалось зимнее солярка прошлого сезона давай сучка сейчас прокачается нибудь ты смотри а ну почти почти вот молодец полетели погнали греем бак еще картинка вот такая КАМАЗ и СУБАРИК поехали так ну все сейчас ждем пол часика потом что-то можно уже переливать будет она думает жидкая правильно потом еще подогреем ну минут 40 засекайте погреем рот-то мерзит ветерок 20 градусов тоже на форике молодец красавчик отдыхать а я потом ребята поеду на берега нашей славной реки Иртыш искать очень большие склоны длинные сниму оттуда превьюшное видео анонсовое будем там делать трассу для заезда в горы ветерок приподнимает зимние солярки привезли но здесь смысл в том что здесь этот огромный весь бак он полностью с летней соляркой ребята вот так вот и мы сейчас дуем под него вот так вот дуем надо пододвинуть маленько кофру сейчас покажу вам как выглядит летняя солярка огромная камеру туда не уронить вот она видите просто вся запахинилась прям корка на ней ну весь вся такая короче кисель ставим приоткрытой чтобы от давления в газа выходили тут он уже принес размораживатель дизельного топлива не помог им давненько я не отогревал грузовики а здесь акумы стоят да сейчас машка освободится допустим ПЖД будем греть двигатель а ПЖД это что? подогреватель жидкостный ну типа вебасты типа вебасты а ну все тогда заведете туда заведете главное солярку прокачать сейчас потому что магистраль там тоже замерзла три щетки на камазе вот такие огромные колеса 425 ребята то есть двойная ширина от верховой на 85 на 21 блять как эти финики ездят на таких дисках на 21 я херею новый камаз какая то лаборатория непонятно что там два каких-то выхлопа огромных на крыше стоит какой то нагреватель догреватель транснефть короче работа красиво парит новенький камаз из мойки выехал смотрите внеземное зрелище офигенно как из-за льда поехал такой весь компания камаз молодцы прицепы у них офигенная бумажку тянут на 24 вольта здоровая SPM Сразу наверное будет гонять аккумулятор пошел подогреватель вот у него выхлоп не не отсюда а здесь а вот выхлоп вот выхлоп вот он сам такой здоровый это гидроник нет? Проматроник какой то свой да у них тамазовский у них есть два варианта еще один с мойки выезжает прямо какое то сюрреалистическое зрелище ребята помойка выезжает с мойки офигенно красиво да хорошо дует он здоровый там выхлоп как у этой у тойоты коровы такой же выхлоп да? по количеству дыма если колец нет точно так ну что пушка стабильно заработала заебись двигаю потихоньку трубу туда-сюда чтобы в одно место не дуть весь бак охватить как бы надо по идее шторку делать красивую с надписью мотогрев авто все дела с телефоном ну что-то вломы если честно у нас сейчас евразимы пошли если так чисто для съемок как говорится для контента привык уже одеялами оперативно укрыл где надо конечно не камильфо мне все время пишут зрители сделайте себе нормальную штору как на взлет пошла я думал она уже разогналась громче чем пушка работает прикиньте я когда себе стоял на honda первый раз такую в гараже ночью она в 3 часа у меня как пошла на взлет я тут напугался вообще в тишине да нехило насос быстро-быстро работает в два раза быстрее чем на авиабастах автомобильных легковых качает прям чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик как форсов видимо насосик небольшой а сама большая поэтому у него частота быстрая нифига орет она а это тогда что за слив у тебя а? что это за слив? это не слив это сухой фен чтобы обогревать кабину а еще один это уже там внутри под капот под панелью на скорости остывает и ему не хватает сейчас на салонах то есть у тебя две ебасты да получается два подогревателя в машине круто прошло минут сорок ребята смотрим оп все жиденько прозрачная вот так вот можно сливать ее пушка крутая штука свое дело делает поэтому вы всегда смотрите заведется не заведется куда он денется если машина исправна вопрос времени ага заводим бомбовоз должен может вебаста уже давно с этой магистрали топливная работает ого а что говоришь как бахнет нет в эту а в эту вот так вот как летом на летней солярочке даже дыма с выхлопной нету мотор теплый солярка теплая бакаш прямо теплый складываюсь еду искать трассу новую длинные горки надеждина вот что там смотрит ну машка конечно крутая у них на аккумуляторах да там внутри да вообще есть только не видно а сейчас дым пошел а сначала не было вообще сейчас будут сюда заливать гель пока она теплая машина постояла полчасика буквально незаведенная сразу температура упала с 80 до 55 выезжаем оба сразу я и клиент клиент сегодня здоровый мощный омс дизель красивый там основы BMW X5 большой толстый красивый квадратными трубами там право пошло там правило там правило отверстие там правило